Владимир Солодов определил точки развития туризма в Усть-Камчатском районе. Глава региона в ходе визита в район посетил туристический информационный центр, гостевой дом Марии Шевченко в Козыревске, а также Нижнекамчатский острог рядом с Усть-Камчатском. Он уверен, что будущее Козыревска напрямую связано с туризмом. Это ближайший населенный пункт рядом с вулканом Толбачек, который привлекает туристов со всего мира. В поселке гости останавливаются перед восхождением и до него. В августе 2020 года число туристов в Козыревске существенно возросло. Сегодня работали в Усть-Камчатском районе. Мы посетили все основные населенные пункты – Козыревск, Ключи, военный городок, в Ключах Нижнекамчатский острог, сам Усть-Камчатск. Каждый поселок имеет свои особенности, но я хочу подчеркнуть, что каждый из них имеет очень большой потенциал для развития. По Козыревску, безусловно, это туризм. Уже сейчас принимают до 200 человек в день в сезон. Это является той отрасль, которая будет создавать новые рабочие места и удерживать людей в этом замечательном крае нашей Камчатки. Также Владимир Солодов побывал в Нижнекамчатске, где состоится финальная часть международного фестиваля «Камчатка. Россия. Мир». Там он осмотрел церковь Успения Божьей Матери – древнейший храм нашего полуострова. «Ну, храм сей, именно сей храм несколько раз ремонтировался. Дата образования именно этого храма – 1861 год. И за свою историю не раз попадала и молния в него, случались пожары, землетрясения. То есть в свое время, уже где-то к 90-м годам, храм пришел в такую негодность. И были энтузиасты, которые по своему желанию, по благословению священства, в священном начале сделали здесь ремонт. Это какие годы еще? Восстановили 1994. Это было первое такое более-менее восстановление. А где-то вам запустение было? Запустение. Ну, в советское время здесь был и клуб, потом, по-моему, архив здесь. А здесь населенных пунктов-то не было? Был. Был? 63-й техникум дозаврился административно. Да. Там, по-моему, немного населенных было. Вот. И уже тот, который мы сейчас храм видим, иконостас, вот мы видим новый. Это в 2012 году наши ломельцы, именно из Камчатской, ребята. Храм скрутили, сделали иконостас. Вот в таком сейчас видео он пребывает. Владимир Солодов отметил, что одна из старинных точек развития Камчатки должна стать местом притяжения молодежи и туристов. Именно здесь находилась первая столица Камчатского, тогда еще не край, а Камчатки. И, конечно, это место особенно уникальное тем, что здесь сохранился один из старейших храмов Дальнего Востока и самый старый храм Камчатки, который вот в таком виде, как сейчас мы видим, был здесь построен. В начале XIX века прошло все испытания. И то, что мы можем здесь прикоснуться к истории, можем здесь, на этой территории, рассказывать и делиться опытом освоения Камчатки, рассказывать, какую роль Камчатка сыграла в развитии Дальнего Востока, Российской империи, потом Советского Союза, Российской Федерации. Это, конечно, очень ценно, поэтому эта точка будет, безусловно, одной из опорных для развития туризма. И фестиваль «Россия-Камчатка.Мир», который в этом году пройдет впервые в таком масштабном формате, станет как раз основой такого движения. Уверен, что в следующие годы мы увидим Нижнекамчатский острог как точку продвижения туристов и как место, куда мы будем и детей, и школьников, и молодежь тоже привозить, чтобы рассказать, поделиться и почувствовать славную историю Камчатки. Международный фестиваль «Камчатка.Россия.Мир» пройдет с 26 по 30 августа в населенных пунктах Елизова, Мильковского и Усть-Камчатского районов. В его рамках будут состоять первые исторические чтения «Камчатка.Россия.Мир» и «Забытые имена». Будут подведены итоги Всероссийского конкурса «Камчатская родословная книга». Для гостей и Усть-Камчатцев подготовлена театрализованная постановка «Нижнекамчатск.Начало великих открытий». В Нижнекамчатске состоится презентация строительства Нижнекамчатского острога, а также будет открыта «Аллея славы сынов Отечества».